Всем привет, это продолжение моей партии на восьмерых в Сидмейерс Цивилизейшн 6 на карте Архипелаги, где я играю за ацтеков против Америки, Индии, Двух Греций, России, Польши и Конго. Если вы смотрите не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, ну или в описании к видео, ищите. Всегда лучше и интереснее смотреть с самого начала, а всем остальным приятного продолжения просмотра. Так 10 ходов в мир идет, как раз на поддержке их здесь ходов. Конго. Конго, не соглашайся, он просто хочет сосредоточиться на каком-то одном, чтобы на него трое не нападали. Чем? Одной подлодкой? К тому же мир ему снизит усталость от войны. Небо тоже будет, и неплохо бы снизить. Хотя я снизил тут на минус 2. Но неприятно. Вылежишь взаимовыгодное предложение. Мне потом полечу лучше. Фига тут уже адмирала новейшего времени. Выдаются. А этот последний получается вообще адмирала? Ну да. Ну да. Ну еще. Еще один остался. Один у меня, один от стека. Еще одного кто-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 дожимать нет медленный чаю сейчас каши посадить в эти зоопарки захваченных греков я так далеко не думал но может быть отсутствие угля это конечно я открою стали варенье но конга слушай у тебя два ресурсу у тебя сколько вообще угля ты можешь что-то обработать мне уголь нужен очень-очень очень-очень у меня два угля эти нету угля русский у тебя сколько науки скажешь не скажешь скажи сколько у тебя 170 а у тебя конга когда обработаешь уголь на 53 кого русские как-то можно все три когда ты первый по науке вот так 570 на пасть стил должен целый щенка брать из от 3 просто я все самое начало игры у порос саму саму ну вот у него уже линкоры пока там сайте линкоры звучали я учился как робот по-моему ты обманываешь мне кажется что у тебя в любом случае намного больше чем у меня 520 так же быть секрету скажу сколько 520 у него сколько там 519 был я сказал что у меня 170 вообще-то не 520 михаил так это по поводу угля так не вы просто хотелось бы сроки знать сроки сроки какие не понял когда уголь будет а сейчас сейчас через пять ходов ё-моё это жопа конга там грек тут вы решил вывести из своих может стреляешь не по-долго чу-то какой грек 1 который остался да да ну вот поняла поэтому те мир не заключали знаешь что-то полезешь рано или поздно это потеря угля было невосполнимо я знаю чаще сделала у меня дела просто замечательная идея да приплыть в ты сколько ну за почти эх давай джек ко мне плыви эти штуки а зачем мне можно играть это заканчивается обычно бе пока что вроде не все получается и поэтому я не хочу никуда а помнится ты ныл что тут типа не очень невозможно выиграть буквально ходов 30 назад было такое ну сейчас я захватил обратно свой город слушайте как-то и лимбур не особо что-то получится это не факт а грэ ну ты спасешь меня или нет я что к тебе должен плачь ну отправь сюда пару подлодок медали и это ну я и говорю когда ты уже заберешь вот этот вот граната дэли ну когда-нибудь ты что думаешь это же так просто ну судя по цифрам я думаю должно быть просто цифры не в год слушай конга если я тебе дам деньги купить строителя насколько быстро ты обработаешь уголь мне быстро не обработаю ну давай сейчас я могу дать уголь давай это критически важно тут я могу дать уголь если вы со мной всем мир заключите тростинный союз сражайся Арчи все да мне нечем сражаться у меня одна подлодочка ты под лодкой сражаешь как вам предложение это видео подготовлено при поддержке глобальной космической стратегии Consulwar.ru это игра в которой вы можете управлять всем но при этом не умереть под грузом микроменеджмента недавно они вышли в открытый бета тест и теперь усиленно набирают игроков ссылка в описании к видео либо в начале и в конце видео появляется баннер не забудьте после регистрации ввести кодовое словосочетание Леша играет чтобы получить бонусы еще раз Consulwar.ru запомнили запомнили 9 А кто-нибудь уже открыл? Много нового нового в последние 200 лет было чтобы сохранить жизни и свой здоровый бизнес. Нет, эти города хреново берутся. Так, подлодка, подлодка будет, корпус, значит, здесь давайте линкор. Бля, у меня банановый бак что-то наступил. Ну да, в это время уже, мне кажется, не так страшно. Ну да. Главное, чтобы просинхронов не было, каждый ход. У меня был вот такой хреновый бак. Да, не удается сохранять флот. Без вариантов, без вариантов. Была возможность Арчи вместе пойти захватывать. Пожалел Дели. Ошибка. Критическая. А что там захватывает, когда бы получалось два. То получилось три против одного, то было бы два на два. И друг друга все упоролись. А потом точно так же пришел бы Грей. А так ты не упоролся, ты меня забрал за два хода? Я не собирался особо забирать него. Агро нужна, чтобы границы никто не подходит. Незамеченным и все. У меня и так хорошо живется. Смотрим меня не достать, что ли. О, несчастье стало падать. У меня тоже. В захваченные города уходят. Слушай, ну минус восемь этого жестко было. Минус четыре уже терпимо. Минус пять. Минус шестьдесят процентов. Блин, тут пролив долбаный сюда лезть так не хочет. Броненосец. Заезжай, не стесняйся. Даргор. Что-то что-то Антони мне подсказывает, что лучше это миды. Открывать лезть. В давай погни repentance! Броненосец. Броненосец в сервис и для него паузы. Поним bicycle慢 нет и не работает. Броненосец первый раз поясчилbabу. И неuseся обоснован creator мне к Scoopу. К really遠о tangible Donc mi плохо來說 давай, подп vuelta доei. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, перекликал. Норм. Слушай, там нефть или что? Я не могу понять, что он туда пошел. А, не знаю, где. А, вот. Слушай, да, там нефть. Причем две. Две нефти. Только из-за них и стоило. Больше на нефть нету людей. Точнее, есть еще одна вдалеке? Она тоже во льдах. Там тоже город проще поставить. Тут хотя бы вроде одна гора была. Хотя, ведух, он можно сделать. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 извиняй конга прикольно я не знал как и подлодка и пушка сразу могут стоять в городе но стрелять тройной залп это тут никто не пережил до выделяется еще не выделить это просто трындец какой-то то управление просто нет слов the cars haven't advanced that much да ты что он тебя не дефает там я не могу понять он не убил один фрегатик но из города в смысле да по воде не плывет тебя дефать я не вижу интерес ну просто наверно неожиданно как-то на него напал час переплывет или блин чатки вот я о чем я говорил нифига я не успеваю походить пока все же думаю о смысле жизни не думай блин кликай как старкрафт apm 1000 замутился я бы быстренько у меня в лучшие годы был 250 50 а а а а а там ну вот старкрафтеров показывают да два исходим то есть это очень или ну на данный момент и 4 неры 1200 бы это это вообще представляешь тысяч двести ни у кого не помню или тыс ну тыс точно было там ноги ну и полезная поэ максимальный корейский тому в районе 400 чуть меньше Не знаю, там, может, цифры по-другому показывают. Потому что там, если лицом по клавиатуре покататься, ну ты, может, даже тысячу-то вряд ли всего получишь, но это ж не полезно, это не EAPM, это просто... Не, я говорю, не разбираюсь, какое. Я говорю, справа такая табличка, типа, выскакивала EAPM. Ну да, 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 так и есть. Но я никогда такого не видел, это странно. Как много юнитов. О, русский, ты так и не понял, да, что тебе... Ну давай, давай за ключ, ладно. Я смотрю, там у Конго же проблемы. Там открытые границы, Арчи, ты что делаешь? Я у Конго собираюсь снести всего лишь еще один город, и все. Сейчас я туда нижний кин-шансы снесу. Ну и все. Субтитры сделал DimaTorzok. Присаживаю. Застя-晚上. Застя-надо. 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 Ну вот почему она не выбирается сразу? Ну вот что это за фигня такая? Как-то, Леша, говорил, союзы так не заключаются, по-моему. Отдай мне город и пойдем воевать. Почему? Ну, странно, я так не делаю. Ну, я начнем с того, что твой Дели мешал просто даже проплывать. Я тебе просил и дать мне проплыв, ты даже сказал, нет, иди там сам. Забирай. Мне просто Дели даже мешает двигаться и в том плане, что вот, то есть он прямо находится посреди моей территории всей. Он в любом случае мне этот город нужен. Я тебе до этого не дал, еще когда там никто ничего не нападал. Да, не дал. Вот именно что ты мне не дал. Мне этот Дели нужен и как город, через который проходить, который удобно расположен среди моей империи. У тебя даже ни один из твоих городов, ни один промышленный комплекс не влияет на Дели. А мне было удобно поставить так, что у меня промышленные эти фабрики и электростанции влияют бы на этот город и на мои остальные города. Он мне удобен во всех вообще параметрах просто, со всех сторон. Просто идти воевать два на два без видимой цели для меня, я не считаю правильным. У меня, видимо, цель была Дели, Агра и… Отдавать город хороший, в котором я построил мавзолей. Как это у тебя была цель? Ты отдаешь город либо воюешь три на один? Вот у тебя какой выбор был? Ну, в перспективе тогда мне ничего не светило. Без Дели? Тебе ничего не светило без Дели? Потому что ты бы забирал города лучшие там. Да почему я забирал бы лучшие там города? Объясни мне. А потому что я бы… Ты что думаешь, я бы забрал… В моем представлении это выглядит так. Арчи, давай мы вдвоем нападаем, только ты мне Дели отдаешь. Ты мне говоришь, хорошо, только давай так, мои города вот эти, вот эти, вот эти, твои города вот эти, вот эти. Это называется договориться… А мы бы туда пришли и забрали бы их. Ты так уверен в этом? Да, я в этом уверен. Посмотри, если ты один отбивался от их двух очень долгое время… Мы первые вышли в более современные юники. Первые были и в подводках, и в броненосцах. Русский вообще играл в развитии, в культуру. Ну мы… Надо было поконкретнее все это обсуждать просто, а не просто дай мне Дели и все. Ну а как я могу тебе более конкретно обсуждать, если я вижу только Дели и Агру? Я другие города вообще не вижу в принципе. Как что меня тебе более… Я говорю… Это, по-моему, очень конкретно. Ты мне даешь Дели, а мы с тобой вдвоем идем нападать. Конкретнее, по-моему, надо было от тебя услышать. Ты бы сказал… У тебя просто конкретно нет, и все, давай воюй тогда, все. Вот это вся конкретика от тебя. Если ты… Смотри, ты слышишь предложение. Ты слышишь предложение. Тебя в нем что не устраивает? Во-первых, ты не хочешь город отдавать, а если ты отдашь город, то ты… Да, с хорошим трудом, который я построил специально для инженеров и для флотоводцев. Пойми. Что ты построил? Это очень нужное. Чудо ты не заметил? Ты имеешь в виду этот мавзолей? Да, да. А что он в Дели? Да, он в Дели. Вот это реально не заметил. Ну вот видишь, открываются новые… Вот поэтому я же тебе и говорю, я не мог тебе его просто так отдать. Я думал, ты знаешь про этот… Нет, нет. Я только сейчас его увидел, собственно. А я-то думаю, что у меня флотоводцы по два раза работают. Боже. Точно. А я что-то решил, что это то ли Терракотово, то ли еще… Ну как-то так не… Я просто не ожидал, что ты захватишь город и будешь именно там строить мавзолей. Как-то вот даже не подумал об этом. А что ты тут его построил? Ну потому что в другом я строил запретку, а в третьем… Амбициозно. Амбициозно. Да, ну Рурк это… Ну из трех я построил, как бы. Да, я… И еще одну потерял. Ну, знаешь, почему амбициозно? Потому что у меня инженер плюс 240 молотков с тремя зарядами, как бы не был. Ну да, неплохо. Амбициозно. На Пангеи этот инженер вообще офигенный. Ты им строишь мавзолей в любом городе и получаешь заряд бесплатно. Ну где можно построить. Потому что Руран Пангеи почти никто не строит. По-моему, очевидно, когда трое человек на тебя нападают. Ну Дели просто… Он еще так находится. Прям на Ашибе. Для тебя. Ну какой Ашибе? Тут я сразу… А что мне застается, кроме Дели? Куда, то есть мне расширяться? Только если на тебя. А вот эти ты там с Конгой я и русским хотел воевать. Ты вообще ничего не собирался захватывать там? Ну я думал с кем-нибудь с одним повоевать. Я не знаю, почему они как-то легко так договорились вдвоем. А это не совсем не прекращает. Спасибо, что досырели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько прос. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досырели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен. И это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Слушайте, но у него же увеличивается количество необходимых туристов. Тоже. Увеличивается, но он, по-моему, по динамике медленнее. Нет, уже он не успеет по динамике играть. Я тоже думал, что он не успеет. Он не успеет. Там же, если еще кто-то спутник запустит, то все тогда. Нет, но если кто-то спутник запустит, тогда да, скорее всего. Так это что толк спутник пускать? Я говорю, Конга достаточно просто нескольких проектов сделать. Нет, по-моему, проще спутник запустить, чем... Нет, проекты дадут намного меньше, чем спутник. Я встаю на 100. Чего? Порядок. Ну, хотя, это еще надо космопорт построить. Это тоже много про... Там еще есть в самом конце карточки, которые дадут туризм. Они еще 100% на них стоят. Потому что он еще не там. А там дают они прилично. Ну, там музыкальные и... Там музыкальные и торговые пути. Ну, музыкальные, ладно, это как бы там не... А никого еще в информационной эре нет, да, я правильно понимаю? Да, никого нет. Насколько медленнее игра получается? 148-й ход. Ну, если я еще раз пробую играть на Аван Мире. Да нет, если... Нравится формат такой, типа, лодки. Фрактал, сам в том. Нет, я не думаю, Новый Мир и Архипелаги. Чтобы хоть какая-то промка была. Фрактал там и Пангея, и... Там как бы вот смесь того и другого. Я вот прям буквально вчера играл в это. Фрактал не сбалансирован. Фрактали прикольные карты делаются, я согласен. Ну, они просто вон, ну... Там просто реально... Что-то невменяемое. А что здесь сбалансировано, например? Ну, кроме того, что ресурсы. Кто-то в Тундре вон с горами. А кто-то вон на целом... Большом куске материка таком. Посмотрите вообще на Грека, которого вот я снес. У него... Архипелаг по два... Я вообще не вижу его территории. Не спалить. Не видишь Спарту? Нет. Я там нет. Я вижу границы там идут как бы. Там скорее всего его остров. Но больше ничего не вижу. Там просто мизерный остров. Там по два города. Что, это предпоследний город, да? Какая-то грань. Может, ты меня потом заодно избавишь от этих... От мучений тут. Подожди я еще здесь... В проходе сидеть надоело. Ну как... Хоть любого там рыцаря, да и все. Уже давно бы подвел бы. Там проблема в том, что ты выходишь на сушу, да? То есть ты не можешь в город забежать. Ты сначала выходишь, потом входишь. Ну, сносишь сцены и убиваешь всех юнитов вокруг этими линкорами. А юнит, который в городе? Хотя да, в принципе, наверное. Он не Иван Шойкий-то. Юнит-то давно стоит здесь. Чисто теоретически я могу с греком заключить. Нет. Страдай. Он страдает вместе со мной. Что-то ты внезапно решил с ним мир заключить. Давно хотел, но что-то он отказался. Как-то странно. Он хотел, когда ему еще какие-то города были, а когда у него оставились форсалы и Афины. Что тут за флот-то вообще? А еще есть? Ну там пара уже таких. Не знаю. По-моему, вам всем надо уже объединяться против американца. Просто у него армия настолько больше всех ваших вместе взятой, что он будет просто по очереди всех захватывать и все. Нет, тут Тукунга другая цель. Не знаю, как там русский с поляком. А что у тебя по промке-то? А что у тебя по промке-то? У меня в столице 40. 40. Это электростанция как бы. Вот у меня есть электростанция. С морским портом с электростанцией, да? Конго-предложение. Это адекватное. 40 промки. Эти карты это нормально. У меня юнит строится 7 ходов. Не знаю. У меня тут получше всего. Хотя у меня тут такой изрезанный кусок. Половина вообще тут. Да, да. Он просто, по-моему, без карточек строит все это все юниты. Сейчас никто с карточками строить не может. Ну, кроме конных. Так а зачем? То есть, ну блин. Зачем? Зачем? Зачем строить без карточки? А потому что что? Ты предлагаешь вообще не строить юниты? Ну, если ты вот так сыграл, что ты не построил, когда у тебя были юниты с карточкой. Ты их не апнул в то, что следующее вышло. Почему ты жалуешься на... То есть, ты привык просто играть вот так вот выходишь и тупо строишь. У тебя куча производства, да? Ты не можешь к новой ситуации приспособиться? Как-то сделать, по-другому сыграть? Смотри. Обычно, ну вот, я привык играть на Панге, либо на трактале. И здесь ситуация возникает такая, что сейчас у меня вместо коммерческих центров стоят абсолютно тетят гавани. У меня всего два коммерческих центра. Естественно, у меня мало денег. Поэтому мне напад не хватает. Из-за этого я много юнитов не строил. В начале у меня была промка примерно 10. Потом чуть позже было 20. И юниты строились очень долго. У меня не было возможности настроить очень много юнитов, чтобы не уйти при этом в минус подоходов. Ну, вот у американца... Карточка сто процентов. Да. Там карточка сто процентов добавляет в промки не пять, не пятьдесят, не тридцать, а сто процентов. Там юниты строятся по два хода. Ну, здесь промки тебя, ну, максимум там. У американцев промка меньше, чем у тебя. Однако, посмотрите, какая у него армия... Какая у него сила армии? Про какую вы сейчас говорите? Мы про целую шестую. Про карточку, про какую, чтоб не сто процентов. Все, спасибо за игру. Я не понял, ты сразу просто высадился и захватил, да? Слушай, оказывается, если есть гавань, то я могу через гавань выбежать и захватить, и без штрафа. Прикольно. Ну, я тоже тут... Вопрос механик... Один два кода мне осталось. Знаешь, с шестой цивы непонятно, это механика или баг. Да нет, это механика, я замечал такое уже несколько раз. Вот здесь даже в описании гавани написано, что нет штрафа за подружение. Для своих юнитов это логично. Для вражеских как-то не очень логично. Ну, с другой стороны, почему? У тебя же есть гавань, да? Ты пришвартовался, хоть ты и вражеский юнит, вот так и пришвартовался и высадился. Это же не то же самое, что ты там... С другой стороны, она должна как-то там защищаться или можно при отступлении все взорвать к чему-то. Странно, да, и просто спокойно выйти юнитом на берег свалить. Ну, это да, вот то, что ты в шестой циве не можешь уничтожать здания там или районы. Потому что странноватая все-таки механика. Типа, построено и все. Делай, что хочешь. Спасибо, что досмотрели до конца. Вот такая получилась игра. По итогам ее могу сказать, конечно, здесь опять шестая цива преподнесла генератор карты. Это странно. Во-первых, напомню, я говорил в первой серии, что мы ставили низкий уровень моря. Тем не менее, вы можете сравнить с предыдущими играх на Архипелагах. По-моему, количество земли не изменилось никак вообще. То есть уровень моря, по-моему, на генераторе карты в шестой циве не работает никак, в принципе. Во-вторых, получилось, что опять какая-то из наций изолирована отдельно. Это вот был в данном случае Американец. К нему был один-единственный проход по морю в одну клетку, проплыв от меня. Я, честно говоря, всю игру думал, что там какие-то у него соседи могут еще на него напасть. То есть он вообще не изолирован. Возможно, я бы думал нападать на него, а не на Грека тогда. Тем более, что он долгое время как бы отставал по развитию несколько. Но, с другой стороны, лезть вот в этот проход в одну клетку, он там может просто заставлять его мясом. Даже если я буду с одного хода убивать, они, эти три ремы, наверное, тот же один ход у него и будут строиться. Он может просто туда ставить, 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 а потом выйти в более современные юниты, апнуть то, что у него есть и отбиваться. Ну, опять же, это вопросы, если бы до кабы. Наверное, стоило попробовать. Да, наверное, вас еще интересует итог игры. Американец всех вынес. Он вот так вот прошелся катком. Потом там Грека, Конга, Русского всех захватил в итоге вот этой армии. То есть отсиделся, отразвивался в то время, когда все другие воевали и захватил. Ну, и здесь у меня, конечно, есть претензии к Греку. Ну, я считаю, что надо договариваться. Конечно, классно, что он один против троих воевал, но это не помогло ему победить никак. То есть он ни с кем не смог договориться на мир. То есть он либо выдвигал требования невыполнимые, да, либо ставил ультиматумы. И в итоге просто не хотелось даже с ним мир заключать, потому что это никакого выгоды, получается, не дает. Вот в любой момент опять может попасть что-нибудь, выкинуть. Ну, и Дели стоял посреди моей территории. Мне он просто был нужен. Если бы мне Арчи его отдал, то, действительно, я бы мог с ним спокойно воевать против Конга и России, например. Либо на том же Американце сосредоточиться. Но получилось, как получилось. Вот такая партия. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен. И это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Все одно июням healthcare. А все много жизнерностей. У нас парень, они появятся по мальту. Почему те, кто думал я прох自олыбой! По на Jerome сказали.